Всем привет, с вами Содерлинг, и неделю назад вышли две первые серии отеля Хасбин, но пока лишь в раннем доступе, и до сегодня их на ютубе разбирать было нельзя, поскольку высока вероятность бана. Но все, кто подписан на мой телеграм уже спокойно могут их посмотреть и обсудить, ведь специально для вас мы подготовили перевод и озвучили всё на русский язык. Но, несмотря на выход первого сезона отеля Хасбин, в Америке сейчас все обсуждают вовсе не новые серии, а вот этот трёхминутный клип, о котором в русском сегменте никто даже не в курсе. В этой анимации Чарли оккультным обрядом переносит паренька в очках в свой отель, и потом гоняется за ним по всему аду, чтобы, внимание, переспать с ним. Она им очарована, влюблена и всячески пытается его охмурить. В конце концов, просто привязывает парня к кровати, закрывает двери, раздевается и залазит в постель, на чём анимация заканчивается. Без продолжения, если что. И при этом, вы только гляньте на уровень анимации в этом клипе. Качественная покадровка, учтены все детали, целый прорисованный город. А мальчик, за которым гоняется Чарли, реальный человек, и на самом деле 40-летний мужик в такой же кепке, одежде и очках. Знакомьтесь, это Вербалайз, ютубер с пятью миллионами подписчиков на канале, который в своё время выпускал дико популярные битбокс-баттлы между известными персонажами. Танос стебёд Дарксайда, Джокер в пух и прах разбивает Пеннивайза на сцене, а Микки Маус показывает уровень своего влияния бедному губке Бобу. И всё это сопровождалось столь же качественной покадровой анимацией и набирало десятки миллионов просмотров. Однако же со временем популярность канала начала угасать. И год назад Вербалайз сообщил, что у него больше нет возможности выпускать столь качественные анимации, поскольку они попросту больше не окупаются. И он даже просил аниматоров поработать на него забесплатно. И тут пару недель назад в сети появляется это. Дико качественная анимация с участием Вербалайса и явным сексуальным контекстом. А также скрины из его дискорда трёхлетней давности, где он сообщает, что потратил на эту анимацию около 50 тысяч долларов, то есть 4,5 миллиона рублей. Вы представляете, сколько же усилий потребовалось аниматору, чтобы столь детально прорисовать этот город? Настоящий пентаграмм-сити с разных ракурсов, с кучей вывесок и необычных зданий. Прям настоящий азкий гор, кишащий ворами и преступниками. Напоминает Блэк Раша, игру, в которой у вас также есть возможность создать собственную криминальную семью и потихоньку расширять свою территорию, захватывая вышки и заводы. Будучи бандитом, можно выполнять любые преступные аферы. А можно работать из-за хороших ребят, полицейских, военных или врачей. Или жить себе мирно, работая электриком или дальнобойщиком. Ведь Блэк Раша это как реальная жизнь. Создавайте себе персонажа, кастомизируя его как хотите. При этом этот клип не выходил на его ютуб-канале. Вербалайс самолично его никуда не выкладывал, и даже если б хотел, не мог этого сделать, поскольку на него тут же прилетело БАП за использование чужой песни на фоне и желтая монетка за сцены интимного характера. То есть монетизировать это видео попросту невозможно. Оно не окупаемо. Судя по скринам, данный клип был сделан еще три года назад, но в сеть его слили лишь сейчас. Видимо в какой-то момент Вербалайс выложил данный клип в свой дискорд или патреон на несколько часов. И позже, осознав свою ошибку, удалил его, надеясь, что об этом все забудут как о страшном сне. Но интернет помнит все. Сам факт того, что на ютуб подобный клип выкладывать нельзя и монетизировать тоже, приводит нас к одному единственному возможному выводу. Вербалайс сделал его для себя. Потратил 50 тысяч баксов на анимацию, просто чтобы похотливая Чарли всеми силами пыталась его соблазнить. Напоминает ситуацию, когда сценарист перезапуска Супер Крошек ввел в мультсериал самого же себя исключительно для того, чтобы влюбить в себя Цветик. Но только в данном случае у мужика развязаны руки. Со своим собственным бюджетом он может заказать что угодно, без каких-либо ограничений по возрасту. Но теперь осознайте весь сюр этой ситуации. Чувак потратил 50 тысяч долларов на анимационный интим со своим участием, а потом жалуется на ютубе, что ему не хватает денег на создание его битбокс-баттлов. Тут уж ты нерационально используешь бюджет. Однако же ситуация все же не так однозначно, как могло показаться. Анимация, как и скрины, попросту возникли из ниоткуда. Не факт, что им можно верить. Их легко можно поделать. Какие-то подписчики Вербалейса подтверждают, что он действительно в Дискорде хвастался анимацией по отелю Хасбин. Но это тоже вполне может быть фейком. Тут еще начали вкидывать инфу, что над анимацией работал несовершеннолетний подросток 15 лет. И если это правда, это еще больше усугубляет всю ситуацию. Но подтверждения этому никаких нет. Сам Вербалейс пропал из соцсетей, закрыл Дискорд сервер и никак не комментирует ситуацию. При этом продолжает выкладывать видео на ютуб, как ни в чем не бывало. А указанного режиссера анимации, Стивена Чейса, вообще невозможно нигде найти. Лишь один анонимный аниматор пару дней назад сообщил, что Вербалейс изначально обращался к нему с просьбой сделать эту анимацию. Но на тот момент предлагал лишь 35 тысяч. Но сложно сказать, что из этого наверняка правда, а что нет. И действительно ли этот клип был сделан по заказу самого Вербалейса? Однако же факт остается фактом. Анимация в клипе просто невероятно качественна. Даже в России подобное бы стоило около полумиллиона рублей. А на Западе цены в несколько раз выше. Потому стоимость в 50 тысяч долларов даже за трехминутный клип звучит вполне правдоподобно, учитывая странный контекст происходящего там. Но не стал бы какой-то хейтер Вербалейса же платить такие огромные деньги, чтобы навредить ненавистному ютуберу. И вряд ли бы какой-то рандомный чувак год сидел самостоятельно работая над анимацией, где Чарли соблазняет Вербалейса, просто по собственному желанию. Кому это надо? Учитывая, что сам ютубер уже две недели отмалчивается, вероятнее всего данный клип действительно был сделан по его заказу, исключительно для него самого. О, просто вот настолько ему понравилась Чарли из отеля Хасбин. Странно? Да. Стыдно? Есть такое. Но особой грани Вербалейс не перешел. Это что-то на уровне шиперских фан-артов, но только с огромным бюджетом. Но это его деньги, не нам их пересчитывать. Он имеет право распоряжаться ими, как сам того пожелает, даже если это странно. Просто зачем потом жаловаться, что ему не хватает бюджета на создание основного контента? Из-за этого клипа теперь его битбокс-баттлы выглядят довольно скромно. Но есть один вопрос. А единственная ли это его анимация подобного формата? Кто знает, сколько подобного он мог еще заказать за все эти годы. Но это просто забавная ситуация, которой мне хотелось с вами поделиться. А в ближайшие дни вас ждет уже разбор новых серий отеля Хасбин. Если вы их еще не видели, переходите в мой телеграм. Там я выкладываю все эпизоды, как только они выходят. И этот клип Вербалейса тоже там выложу. А на этом сегодня все. Не забудьте поставить лайки и подписывайтесь на канал. А с вами был Содерлинг. Спасибо за просмотр и пока.